Всем привет дорогие друзья, меня зовут Илья, перед вами вновь легендарная рубрика Разоблачение фейков в PUBG и в PUBG Mobile, выпуск под номером 148. В ней мы занимаемся тем, что проверяем и разоблачаем странные не очень видосы из пкшного пабга, мобильного и иногда даже из ньюстейт. Ну а сегодняшний выпуск обещает быть очень сочным, эпичным и интересным. И да, перед просмотром настоятельно рекомендую поставить вам лайк и подписаться на канал, если вы еще почему-то не подписаны. Ну а сейчас обязательно устраивайтесь поудобнее, наливайте самый вкусный чаек, а мы начинаем. Готов ли ты окунуться в реальный мир в своем телефоне и стать самым успешным и уважаемым игроком на сервере? Добро пожаловать на Барвиху РП. Тюнингуй, придавая индивидуальность своим тачкам. Дай волю своей фантазии, чтобы все на районе понимали, кто к ним едет. Правда, лучше без крайностей. Вступай в ряды армии для защиты своей страны, если в тебе есть дух патриотизма. Едет, зарабатывая деньги в такси, разъезжая по панельным районам, знакомым с детства. А если жажда правосудия так и рвется наружу, то скорее переходи на сторону правопорядка. Я оберегаю свой город и его горожан от опасных преступников и хулиганов. Вычисляй негодяев, устраивай план перехват и наказывай плохих игроков, чей путь свернул на сторону криминала. Если ты, конечно, и сам не находишься на этой стороне, тогда твоя задача быть максимально аккуратным и главное не оставлять улик. Как только ты будешь готов, серьезные люди доверят тебе самые ответственные работы. Например, отвечать за перевозку просто огромных денег, работая инкассатором. А чтобы меньше работать, при регистрации вводи промокод Senex, он даст тебе 120 тысяч игровых рублей. Скачивай барвиху прямо сейчас, жду тебя на пятом сервере, ссылочка в описании. Первое видео по традиции берем из пкшного пабга, тут у нас все по классике, тикток и видос с аэропланом. Смотрим, обсуждаем и вылетаем проверять. Вот, посмотри, расскажи, что думаешь, прокомментируй. Где параплан? Да. Ага, скинули на БРДМчик. Закинули, так. Ну и, собственно, все. И что, и она взорвется? Ну да. Вот в этом суть. Чур я на БРДМ за рулем еду. Да, без проблем. Ты с пассажирского закинешь так, пересев? Да, да. Да, ну пойдем попробуем. Ну пошли попробуем. Что, крутой что ли ты? Ну да. Ну ладно, крутой. Так, тебе надо С4, правильно, я так понимаю? Да, мне надо рюкзак и 20 килограмм тротила. Сейчас будет. Так, ну вот у меня БРДМчик такой с Кобра есть крутой. Вот его и будем взрывать. Давай, наверное, подожду, пока ты там расчехлишься. Хочу распердеться, раздуплиться и понять, как вообще эта С-шка лететь будет. А то она, знаешь, долгая же такая. Ну она вязкая, долгая, да такая. Ну ты попробуй, я могу просто ехать вот стабильно так. Да ты едь, едь. Ты там, приятовайся, принюхивайся. Я сейчас, как обычно, с первого раза снижаюсь. Ну давай, попробуй. Я Чеснокрада же не могу увидеть где-то. Лови лепешку. А, кстати, рядышком, рядышком, да. Чуть на опережение надо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, Илья. Теперь сама лепешка назад упала. Так, давай, сажусь в свою Кобру. И поехали. Так, сейчас я набрал скорость. Сбавлю ее. Давай. Я струячу вот по желтой линии. она там чуть не налетилась сейчас я чуть-чуть раздуплюсь вкусно было бы давай привет привет у меня почти заложил чак-чак ну-ка может обратную сторону поеду не и не поехали поехали задние ты же ты поторопись ну-ка давай ну давай приземли меня уже ну да ты этот самый но никакой а ну чё взлетать то будет нет моя врага выше тут в гору в гору походу не очень тянет ну давай накинь что ли луна ловить лепешку а ну-ка 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 да ты про ты про между вижу или я даст видос нихера сия ребятам что делать вообще ювелир какой-то просто между этими попал между бампером четко ну не фейк не сложно было знаешь там как бы раз пять так кинешь поймешь но если водила еще был бы было много проще думаю понятно с тобой как вы могли видеть артем сделал свою работу просто ювелирно да еще и усложнил трюк тем что отвечал из-за вождения аэроплана и за сброс лепехи так что ролик получает оценку не фейк ну артем двойной респект заводим аэроплан и летим дальше второе видео уже из мобильного пабга и тут вам нужно будет очень внимательно послушать но после того как послушаем обязательно полетим проверять итак смотрим скорее всего у всех ну или же хотя бы у многих была такая ситуация что вы едете начала проезжаетесь по нему а ему как-то все равно он как бежал до этого так и бежит после этого так вот мы как-то жанечка играли и поняли почему это так работает в общем то если на вас едет машина надо максимально всем видно показать что вы ее не боитесь и более того начать бежать против нее то есть надо сделать вид как будто бы не она вас хочет сбить а вы ее это очень странно но почему то это действительно так работает но как видишь если встать на месте и никуда не бежать то машина вас спокойно сбивает возможно это может помочь вам как и когда ваш противник будет ехать на вас у вас не будет времени чтобы достать пушку и убить его посмотри второе скажи что ты думаешь 2 2 равна 5 все равно там послушать надо понятно я думаю это фейк ты думаешь фейк да я вот пока сомневаюсь на дачах думаю они какие-то читики используют ногу праве лазейки в коде игры то есть ты хочешь сказать неуязвимости папа мобайла но до игры нет неуязвимости так моды достоверности давай на на тоже вазик найдем а вы что это было ну и такое бывает ты как насчет вазика согласен чтобы достовернее было да я думаю с мотоциклом такая шляпа не работает на мотоцикл вообще шляпа сам по себе ну да вот мы едем прямо она направо поворачивается говно папа это наш клиент нас черт ты будешь на вазике давай давай ты боишься нет артем я не боюсь я машину да не боюсь я еще с обхаркаю доедет на меня где сейчас вот где-то высадил пьяный артем давай езжай ты боишься я не боюсь я не боюсь я ничего не боюсь с таким упрыгнуть не спал с таким про хрустом а там разопрыгать надо вам просто бежать опа это нашим наша чё давай этот не знаю прыгнешь не давай я буду прыгать ты меня дави тогда просто микро суд опять печально закончится нас опять дурят походу и закрывая большую скорость не буду прямо набирать ну давай попробуем да давай и про все всем видом буду бежать о нифига сработало а как а ну у меня там еще звук на видеокарту к линии табы треск так ну я 40 едут давай суши в тот раз боялся все-таки сейчас не боюсь по-настоящему вот она как а ну-ка еще давай ты где-то сзади я ты чё теряешься вот радиатором прячешься во-во а ты кричал если я больше разгонишь ты кричал склейка склейка дак склейка это тупая давай на ровную какую-нибудь поверхность чтобы этот побольше скорость набрать это небольшая скорость у тебя о еще забоялся сейчас я походу чуть струхнул да ну короче работает это но как-то этот спрос по грехами такими то есть если вообще без шансов то можно побежать возможно вам повезет ну ты грешно да я думаю не фейк в целом поставим ну короче риски есть поначалу мы конечно расстроились но вот на ливике это сработало на ура так что как я и сказал в безвыходном положении можно смело бежать на встречу машине но все же лучше таких встреч и вовсе избегать ролик не фейк и переходим к следующему третье видео на сегодня также из мобильного папка и это даже не очередной лайфхак смотрим что же там такое и вылетаем на проверку что предсказал будущее нет а ну как обычно с мопедом этим тупорылым обостренным да да это как дерево мы стоит тоже делали ну ну понятно это не фейк я сразу говорю из той же серии кто-то второй подвал такой получился много чек ну да и проверим думаю даже проще будет чем в дерево дерево-то узкое было отчет обезьянье счета ребят кто знает или а я в здании сейчас проверю то я тут уже хитрые хитрые зубы давай зарядной да вон тут снизу подвал куда ты завешаешь да я в дверь заеду да псих у меня тут нам подвал надо какой подвал то вот он так а у меня мотоцикл застрял лет вот так неудивительно артем а как вырезаться по-человечески подожжем он там кстати не попой врезался туда о ты чё через ту стену попал да все так надо через эту было да мне без разницы ты меня я в шкафу прячу себе тоже меня подожди тогда ой там пончики разложили но я вылезу пожалуй опа родился а что ты туда вот нам по видео надо вот в ту стенку вот который напротив и вот-вот куда я съеду вот сюда а я в подвале да как у тебя так с первого раза артем получается да я на дереве на тренировался ты фартовый смотри щас шишку покажу смотри шишкой где шишка вот шишка торчит сейчас я не вижу шишку ой я сквозь дом пролез на другую сторону о привет приветствую нифига тут хоть пространство дофига тут еще можно это же 23 подвала можно поставить еще сушить и работает такой прикол дес нормально так одесса могу ли я тебя убить сквозь него а я уже вылез не идет похаба у тебя нет я стреляю вот должно идти а если вот так вот сделаю щас смотри вот так вот как спасибо за кальян пошло давайте ну стой могу так вот сделать гранатку мне по не закинуть не вывести хотел и и настрелять тебе сейчас головешка подлезь короче я вылез отсюда в общем реально из исчезновения можно да тут . работает как бы но сквозь нее убить вряд ли получится за можно внезапно если вы в лесу возле дерева нашли мотоцикл избегайте данное дерево и в данном подвале лежит мотоцикл избегайте данный подвал да по факту все сказал как есть да оказалось тайная комната и правда существует и под подвалом есть еще один подвал даже более надежные ролик не фейк но отпользоваться или нет и решайте сами все таки это багаюз идем дальше ну и завершающее четвертое видео на сегодня тут что-то на совсем непонятном языке значит видос нас ожидает интересные смотрим обсуждаем и конечно проверяем до полного на водой до водой лежит он короче залег как-то под водой и по нему попасть не могут сквозь воду а он всех убивает а ну это базу да это база да это мета этап что за power это карта ливик powerpoint там локация на то надо это приложение такое презентации в пятом ты что думаешь это фейк не фейк это приложение в пятом классе презентации ну я так думаю артем погнали не это не но наверное надо эту речку маленькую искать трудик давай пойдем это она по моему ну понятно что power plant а где речка такая речка там озеро было а там речка маленькая да какая речка то чего вот она а вон вижу сейчас я налутаю этот 100 лет авто я проверил все реально лежать можно это давай тоже золотая не 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 я щас золотом я все я бегу или ну беги давай ты где ну я в этом озере каком их 3 где под прям под надписью powerplant бегу беги тут уже фейк готовый лежит а котлета да там лежит до в речке купается у сольска да да где он бежит куда он упал как всегда бежит бежит лежит крот ну постреляй попробую только не в голову и чё еще то есть ты защищен а а я нет а ты нет а то есть а если я например ну ну вот так лягу только не в голову я думаю так получится стреляет час говорю аккуратно он взял убил но у меня зажимчик короче реально работает такая тем не за почему можно лежать хотя тут вода вроде как но и прикольная зона здесь будет да да еще берите на заметку возможно это вообще в трех озерах работает который вокруг но это надо проверить он работает я ложился а ну все туда нас еще в трех во всех работают что на сказать артем берите на 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 народ нет по заметку на все перепутал блин как оказалось даже спустя сто лет после выхода ливика эти места по прежнему работают и под водой реально спрятаться вот эти нычки обязательно рекомендую брать на заметку так как даже игрой это по идее не запрещено ну а на этом у меня сегодня все такой был видос под номером 148 надеюсь вам он понравился и был для вас полезен и интересен смотрите наши предыдущие видосики ставьте обязательно лайки пишите комментарии скидывайте видос мне на проверке вконтакте в инстаграм в телеграм в тик-ток короче куда угодно я везде все читаю и вставляете в видосики в проверку фейков а с вами был я илья и ксеникс и артем лифанович всем удачи всем пока и до скорых новых встреч